Друзья, всех приветствую! На портал Экзегет пришел вопрос. Люблю вопросы про даже не семейную жизнь, а то, что до нее. Всегда, знаете, люди очень очаровательные, такие добрые. И думаю, что у них все получится. Ну вот вопрос такой, смотрите. Является ли флирт грехом? Возможно ли устроить свою будущую супружескую жизнь, совсем не флиртуясь с избранницей? Дорогой друг, который это спрашивает. Дело все в том, что если девушка вас полюбит, вас влюбится, то и флиртовать особо с ней не придется. А вот если вы девушке как-то не нравитесь, то ваш флирт будет восприниматься, ну, как нечто, знаете, такое летающее, жужжащее. И вот обычно такое выветривается специальными средствами, знаете, когда комар ноет. Но я бы все-таки отдельно бы коснулся самого вообще флирта, потому что, как говорил Федор Михайлович Достоевский, человек подлец ко всему привыкает. И человек привыкает в том, что и к флирту. Вот вы потом в брак вступите, а флиртовать будете продолжать. Если вспомнить слова о Спасителе Христа, который говорит, вот я сейчас вам прочитаю эти слова, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Понятно, что это касается мужчин. То есть если вы по привычке будете флиртовать потом и в браке, ну, естественно, уже не с женой, а с другими девушками, то, во-первых, конечно, это не будет нравиться вашей жене, но и вас будет уводить в грех прелюбодеяния. Особенно это актуально сегодня, когда у нас, ну, по статистике, в 2020 году было 73% разводов. Так что рекомендую привлекать свою жену добротою, верностью, уверенностью в себе, не саму уверенностью, а именно уверенностью, чтобы она видела, что вы правда человек, который стоит на ногах, вот, что вы готовы даже в таких критических ситуациях не эмоционально там кулаками размахивать, а являть собой пример оплота такой вот стены. И тогда думаю, что у вас все будет прекрасно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok